Вопрос, который стоял одним из последних в списке прочих, стал сегодня, пожалуй, самым острым. Вынести его на первый план депутатов попросили люди. Вторую волну возмущения вызвала информация о том, что территориальная схема обращения с отходами, в которой Котласский мусоросортировочный завод прописан именно на улице Посадской, распоряжением регионального правительства на днях был утвержден. Корректировки из администрации Котласса в область не поступало. Он уже вошел в территориальную схему. Сейчас будет разработана программа, под которой будет заложено финансирование. И этот заводик, он вот именно на Посадской. Хотелось бы увидеть конкретное решение главы администрации нашей, нашего мэра, о том, что он против. На основании протокола, на основании опроса мнения было принято решение, что в данном месте мусоросортировочный завод располагаться не будет. На что имеется заключение администрации. Почему звучит завод на 40 тысяч тонн мусора, если у нас в городе мусора, 240 тысяч тонн? Соответственно, и задания должны быть другие. И санитарные нормы совсем другие. Совершенно верно. Если завод будет исполняться на тот объем, который положен, если вы имеете в виду слова, то, что будет возиться больше, и вам придется расширять санитарную зону, вы это имеете в виду? Да. Я вам скажу, нет. Если завод рассчитан на определенное количество приемов, то он и будет принимать определенное количество приемов. Я понимаю, что здесь мы сталкиваемся с вещами, когда очень много недосказанного, и мы, так же, как и вы, находимся в состоянии определенной неосведомленности, скажем так. В соответствии с территориальной схемой будет сформирована новая система сбора твердых коммунальных отходов. Ее принцип – сортировки мусора и цивилизованной его утилизации. Вопрос в том, как и, главное, где это будет происходить. Расположение завода в черте города жителей категорически не устроило. Внести изменения в утвержденную схему может только глава. Поэтому вам предложено, вот, следующий проект решения, что рекомендовать главе муниципального образования в срок до 1 мая 2017 года обратиться в правительство Архангельской области и Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области с обращением об исключении схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области, земельного участка с кадастровым номером. За это сегодня проголосовало большинство народных избранников. Контроль за исполнением возложен на профильную комиссию по промышленности и муниципальному имуществу. И, судя по активности, не намерены выпускать из поля зрения решение этой проблемы и катлошание.